Так, значит, добрый день. О том, что я сегодня хочу рассказать, это об экспериментах, связанных с воздействием лазерного излучения на радиоактивные вещества и резким уменьшением после этого радиоактивности. Этот способ, который позволит, быть может, легко бороться с последствиями загрязнения, которые у нас существуют от нашей ядерной промышленности. В первую очередь, эксперимент пойдет о том, что мы будем использовать знаменитый Стронций-137, который является основой всего ядерного загрязнения после испытания ядерного оружия, ядерного топлива и всякого прочего, прочее, прочее. Значит, эти эксперименты были поставлены Георгием Маратовичем Шофеевым с авторами, то есть целой лаборатории, и выглядят они следующим образом. Вот берется лазерный пучок, этот лазерный пучок через линзу попадает на... Два пучка с разными сторонами? Нет, это в один пучок, он просто фокусируется еще дополнительно. Еще и линзы фокусировали? Да, он интенсивный очень. Лазер, собственно, и так там, в поперечнике этот пучок. Да, да, да. Он еще дополнительно фокусируется, значит, как они пишут в этой установке. Вот, и происходит следующая интересная вещь. Он проходит сквозь стакан воды, в котором находятся наночастицы золота, порядка 10-20 нанометров. После этого он попадает на образец, и этот образец, его радиоактивность резко падает, а именно он мгновенно переходит в барий. Поэтому мы там имеем совершенно нормальный барий, который не радиоактивен и совершенно образом не опасен. Откуда возникает у нас опасность радиоактивного заражения по 137-м Стронце? У него есть два канала распада. Первый канал, этот основной, который незначительный. Первый канал, он распадается путем бета-распада, то есть выпуская один электрон. Ну, соответственно, образом считается, что выпускает еще и нейтрино. И после этого он переходит в первый изомер бария-137. Вообще говоря, у бария это два изомера у них существуют. Я напомню, изомер это такое состояние ядра с тем же количеством нейтронов, тем же количеством протонов. Но в отличие от возбужденного состояния, оно долгоживущее очень. То есть там наносекунды, микросекунды, часы. И бывает, что есть один единственный изотоп, который вечен на сегодняшний день, изомер. После этого вот этот, он сваливается с излучением гамма, в основное состояние бария. Значит, что тут есть из такого интересного? Нет, это изомер, это как бы считается возбужденное состояние с удивительным, долгим временем жизни. С очень долгим временем жизни. Говорят, изомер отличается магнитным моментом? Да, и четностью. Он может отличаться магнитным моментом и четностью. Почему они, вот я буду сейчас об этом говорить, почему это значит, он такой? Ну, потому что у них очень большая разница между магнитным моментом и основным состоянием считается. Большая. Вот я выписал, например, изомер РМ4 от Антала 181. Вот представь себе, у него основное состояние 1 плюс момент, то есть спин. Вот, а изомерное, значит, состояние 29 и пополам, то есть 14 с половиной минус. То есть разница между магнитным моментом, на самом деле, и между спинами ядра, она чудовищная. За счет этого, я расскажу об этом механизме, он живет 210 микросекунд. И после этого он сваливается в основное состояние, которое у 181 тантала, оно абсолютно стабильно, оно дальше не распадается. Оно стабильно сидит себе и сидит. Вот так выглядит 181 тантала, М4 изомер. То есть вот такие чудовищные показатели, как бы. Например, для 180 тантала, М4 изомер, он у него 24, а основное состояние 1 плюс. Ну вот такие вот вещи. Такие вот вещи. И он как бы очень долго живет, то есть бывает годами, десятилетиями, что-то еще. Здесь, значит, он живет сравнительно недолго, когда он сюда валится по первому каналу, вот этот изомер. Он живет 2,5 минуты, но приходит он сюда с испусканием гамма-кванта. Ну, соответственно, гамма-квант, поскольку граница между ее периодами вот такая, он где-то пол-мега-леплон-вольта. Это очень неприятный гамма-квант. От гамма-излучения излучаться невозможно. Поэтому с тронцией 137 он настолько вреден. И он распадаться будет, у него первая полоса 30 лет. То есть его следы будут потом еще, ну там, не веками, но, да, веками, наверное, будут еще существовать. Он будет там светить, и все будет здесь очень плохо. Теперь представьте себе, значит, мы на него посветили вот этим лазерным пучком, через раствор пустили его, где нано-частицы золота. Тогда оказывается, что он, он весь появился в 137-м баре, а никакого гамма-излучения нет. Люди поставили эксперимент. Они пригласили, или их пригласили, или гамма-спектростанкомисты из Дубной. И поставили там детектор гамма-излучения. И начали ждать эту гамму. И провели следующий эксперимент. Пока не было лазерного излучения, гамма была обычная, которая для распада вот этого, значит, ствола, она существует. После этого, значит, включили лазерное излучение, и это количество гамма-излучения начало резко падать. Получается, когда они посчитали, получается, что он приходит в основное состояние, но со скоростью увеличилось 1200 раз. То есть, мы таким образом, лазерным излучением, что очень странно, можем получить, получается, перевести каким-то образом безвредного гамма-излучения, значит, вот этот стронций 137 во что? В 137-й баре, в основное состояние, которое абсолютно безопасно. Это очень интересный эксперимент, революционный, но те, которые объяснения ему прилагаются, они как бы неудовлетворительны. Я могу приложить простое объяснение, которое не требует никакой новой физики совершенно, никакой новой физики, все мы это давно знаем, и надо понять, что здесь реально происходит. Но его тоже можно потом будет экспериментальным образом проверить. Вообще говоря, смотрите, как у нас происходит, значит, в физике. Вообще говоря, когда у нас есть плоское излучение, то оно, ну вот, фотон, да, плоский фотон, то он не является собственными значениями его, оператором момента импульса и оператором отчетности, не является. Поэтому, как бы, эту плоскую волну надо записывать в качестве разлагаться по всевозможного рода мультиполянке. Ну, то есть, как бы, мультиполь, это, как бы, некий фотон, который обладает еще помимо спина, который у него равен единицы, еще добавочным орбитальным моментом, который будет пробегать значение от нуля, соответственно, до... Ну, лучше от единицы писать, я объясню почему. Ну, вот лучше там, да. Вот, точнее, по полным моментом, который будет от единицы до бесконечности пробегать. И будем строить вот такую сумму, где будут коэффициенты, а здесь будут вот эти, так называемые, шаровые функции, то есть, собственно, значение оператора момента импульса. Л, они будут пробегать. И еще надо понять, что у него будет орбитальный момент, а общий момент он складывается как из Л и плюс-минус единицы. Единица это, собственно, собственный спин фотона. Соответственно, да? Понятно? Таким образом. И это, вот, каждое вот такое из них вещей, это будет определенным образом, как бы, мультиполя для фотона. И когда говорят, когда Л равно единице, говорят о дипольном излучении. Когда Л равно двум, говорят о квадропольном излучении. Когда трим, октопольном излучении. Но у него, как бы, получается еще два, как бы, два подуровня. Один из них соответствует Л, еще к этому добавляется плюс-минус единица, а другой добавляется, когда один ноль всего лишь. Это и за счет вот этого, потому что, как бы, единица вот этого спина, спина фотона, она может иметь, как бы, три проекции. Плюс один, минус один и ноль. Соответствием образом, вот этот фотон называют электрическим и пишут буковку Е, а вот этот, когда ноль, его называют магнитным и пишут буковку М. Вот такая вот эта вещь. Какой угодно. Какой угодно. То есть, смотри, ты хочешь посмотреть дипольное излучение. Ты говоришь, какое бывает дипольное излучение. Вот, орбитальные моменты. Значит, пишешь Е1. Это будет дипольное излучение. Е1. А магнитный фотон дипольного излучения, это будет М1. Квадрупольный, пишешь. Это будет Е2. Магнитный, это будет М2. Но очень важно знать, что коэффициенты перед ними, для М1, они соответствуют по порядку величины, такие же, как перед Е2. То есть, всегда у тебя магнитные разложения, магнитный фотон соответствуют, значит, по интенсивности, то есть по вероятности, он всегда следующему разложению в ряд соответствует. Вот, такова эта ситуация. То есть, как-то можно показать? Да, наверное, как-то это показывают в различных реакционных функциях. Ну, это просто такой вот, ну, эмпирический факт, не эмпирический. Наверное, можно как-то показать. То есть, всегда, когда у тебя есть электрические и магнитные фотоны, то у тебя при одинаковом моменте орбитальном, оно оказывается гораздо слабее. Вот так. Такие вот вещи. Такие вот вещи. Ну, для примера, Стас, и есть еще, ну, зачем он нужен, этот магнитный-то, для чего? А потому что, кроме закона сохранения момента импульса, есть еще закон сохранения четности, да? Вот. И оказывается, что в зависимости от L, вот этого самого момента, значит, четность для электрического, она вот всегда дается вот такой функции, то есть, минус 1 в степени L, да? А для магнитного это всегда минус 1 в степени L плюс 1. Понятно, да? Ну, каким это примером можно проиллюстрировать? Ну, допустим, у нас есть излучение. Да, есть переход от 1 плюс от уровня к 0 плюс. Стас, какой здесь переход может быть только возможен? Что еще раз? В уровне. Возбужденный 1 плюс, а основной 0 плюс. Какой здесь переход возможен? 1 плюс, это что значит? Это значит значение. Вот у тебя есть ядро, и оно путем гамма-излучения, приходит, значит, у нас, соответственно, в это. Переходит в основное состояние. 1 плюс это, 1 плюс это, 1 это, что 1? 1 это, как бы, это, да, это спинные ядра, значит, L-частицы, неважно чего. Это все работает, L-частиц тоже работает. Это возбужденного состояния, а 0 это, как бы, основного состояния. Там и там четность равна единице. Какой переход? Да, какой, какой, по-моему, мультиполян? Какой там будет фотон? Ну, во-первых, единица минус 0, это будет единица, да, то есть дипольное излучение. То есть это 1, как пишет первое значение. Теперь осталось понять, это будет магнитный или электрический. Ну, если электрический, то тогда минус единица в степени 1. Это будет, что? Минус единица. А здесь четность и там четность, она, как бы, одна и та же. То есть плюсовая. Значит, не может быть. Значит, это переход разрешен. Значит, только в M1 случае. У него закон сохранения четности и закон сохранения этого орбитального момента сохраняется. То есть что? Он взял, улетел, унес от себя единичку этого момента, но не изменил. Поэтому этот переход будет не такой интенсивный, если бы был переход 1 плюс в 0 минус. Вот такой бы был переход. То вот этот, потому что вот этот переход, мы невероятнее, чем тот, который здесь бы был. Здесь был бы индекс. Что нужно еще написать здесь, то, что ты стер, вот эти M, M и E. Значит, для M будет четность, она будет E. Ой, E. Все время E почему-то пришло. Минус единица в формула L плюс 1. Для E, для электрического этого, будет единица в степени. Ну вот давай более сложный пример рассмотрим такой. Значит, ты берешь, значит, у нас есть два уровня. 2 и 1. Оба плюсовых. Какие переходы здесь возможны? Ну, во-первых, ты берешь двойку с вектором, вычисляешь единицу с вектором. Таким образом, у нас оказывается возможным единица, два и три. Три значения возможны. Поскольку это как бы вектора. Два перехода. Ну, мы видим, в первую очередь, что раз мультиполя 2, 3 больше, чем у единицы, то они маловероятны. Они слабые переходы. То есть у тебя все будет уноситься вот этим. Почему? Ну, потому что другие разложения по мультиполям. Другие ряда, как бы. Так же, как ряд Тейлора, так же разлагаешься по мультиполям. Вот. Значит, вот такова, значит, наша картинка. Ты берешь ее туда и делаешь. Теперь осталось определить четность. Здесь и здесь четность, как бы, равна вот этому плюсу. Да? Вот она плюс. Вот берем единицу. Единица первой степени, это минус. Не подходит, Стас, да? Не подходит. Значит, это М1. Ну, раз М1, значит, у него, он по ряданости будет примерно такой же, как вот этот. Да? Двоечка. Как двоечка. Мы же знаем, что он по эффективности этот ряд примерно такой же, как этот. А это Е2. Проверим. Е2 она сохраняет четность? Чертность. Е2. Берешь сюда в квадрате. М1 в квадрате. Будет единица. Соответственно, еще образом здесь плюс на плюс. Опять плюс. Значит, здесь переход будет М1 в Е2. То есть, будет, возможно, два равномерно. И Е1, и Е2. То есть, это 2, 2, 3, 3 перехода. То есть, у нас впадается вот такими двумя способами. Понятно, да? Вот такова, значит, наша картинка. Вот мы на эту картинку посмотрели и понимаем. То есть, у нас есть 2, 3 фундаментальных закона. Не 2, а 3. Первый фундаментальный закон. Он состоит в том, что у нас должен сохраняться момент импульса. Вот. Второй фундаментальный закон, что у нас должна сохраняться четность системы. Четность системы – это как бы произведение всех участвующих. Если у тебя 3, то у тебя, как бы, четность должна была 1. То есть, произведение трех частиц, как бы, их четности, должно давать исходную. Вот. Такова, значит, наша картинка. И третий – это закон сохранения энергии. Ну, поскольку у нас квантовая механика, нам ничто не мешает распадаться любым способом. Вот. Но зато оно будет такое. Зато все вот невозможные, как бы, переходы оказываются сильно подавлены. Вот давайте возьмем наш невозможный этот самый изотоп. Тантала. Значит, 180-й тантал. То есть, 70-й с танталом М1. Вот он, 180-й. Тантал. Значит, он М1. Вот он, такой. У него основа 1+. Возбужденность настояния 9-минус. Импульс, да? 9-минус, Стас. Ну, спрашивается, какая должна быть мультипольность перехода? Восьмерка, да? Из 9. Ну, самое вероятное, это восьмерка. Из 9 вычитаем единицу. Будем 8. То есть, ему даже названия нет. Как это будет называться? Если стройка эта была... Нет, стройка была квадрупольный переход. Значит, средничка была дипольный переход. Ну, вот здесь 8, значит, переход. 8. Посмотрим по этой формуле. Может быть, она электрически. Не может. Потому что четность их разная. Значит, только следующий он идет. Девятка только. Соответственно, здесь возможен переход либо M9, либо M8, либо E9. Вот такой переход. Это ряды вот в этом разложении по мультиполям, они очень далекие. Поэтому переход очень, как бы, ну, невероятен. Кроме того, он выше основного состояния всего на 77 электрон вольт. 77 электрон вольт. То есть, время жизни такого состояния, оно будет очень долгим. Очень долгим. И он в основное состояние, вот это, N1+, эмпирически показано, никогда не сваливается. Никому не удавалось его найти. Это единственный изомер, разложение которого невозможно. А в чем там прелесть? А там основное состояние, вот 1+, вот этого вот антала, оно радиоактивно. Оно с периодом пола распада 8 часов распадается. То есть, это изомер с одной стороны. То есть, это является возбужденное состояние, как бы, в каком-то смысле, да? Возбужденное состояние, основное состояние. Но оно, во-первых, стабильно. Во-вторых, оно очень, никому не удалось узнать, что оно падает в основное состояние. Никому. Вот 170-й тантал. Я готов предложить эксперимент, который позволит разложить его в этот самый тантал. Он будет сложный. Я там не все додумал, но тем не менее, я знаю вот такой эксперимент. Это можно экспериментально, это будет хорошим результатом, как его раскидать. Вот. Теперь, значит, возвращаемся к нашим стронциям и бариям. Всех наших танталов и всяких интересных вещей. Вот. Как он здесь происходит. Что я хочу сказать, что одну простую причину. Я полагаю, что сюда падает, вот здесь лазерное, дипольное излучение. То есть Е1 или Е2. Потом на наночтицах золота происходит его перераспределение. То есть получается, по большому счету, например, фотоны Е2. Вот так эксперимент тоже. На самом деле. Это небольшой протяженный как бы объект. Ты в него попал, один нагрел. После этого он, значит, почему-то вот это золото спускает эти Е2. Да? Е2 спускает. Тогда что они оказываются? Теперь мы берем вот этот наш переход. Вот этот наш переход. Значит, 7 вторых плюс. 7 вторых плюс. И смотрим, значит, что такое здесь 3 вторых плюс. Вот. В нем вычитаем и получаем 2. Правильно? 2. Ну и, соответственно, мультиплойность тоже совпадает. Потому что здесь был плюс и тоже был плюс. Смотри, как у нас получается. У нас закон сохранения этого момента импульса запрещал, мешал активно распадаться, значит, вот эту тросую 137. Почему? Потому что куда-то вот эти 2 плюса надо было девать. Он распадается бы этим способом, но все равно момент импульса куда-то надо девать. И он, в связи сми, мешает простому обычному распаду. Мы на него светим G плюсом, G2 лазером. И этот G2 как бы нейтрализует и уносит магнитный момент. Убирает его. Понижает его до 3 вторых. После этого запрет на бета-распад перестает действовать. И он быстренько, бета-способом распадается в основное состояние. Но мы посмотрим, может мы посвятили его в то место, а он хочет перейти вот в это, в основное состояние. А здесь оказывается совершенно не так. Почему? Вроде бы то же самое, двойка должна быть между 11 и 2, и 7 и 2, первый. Но фокус здесь не происходит. Почему? Потому что четность-то разная. Поэтому он должен быть магнитным. Не факт, что через прохождение, через частицы золота, здесь у тебя получаются магнитные фотоны с мультипольностью 2. Вот такие магнитные фотоны. Это не факт, что они получаются. Не факт, что то, что G2 получается, это факт? Нет, это гипотеза. Это гипотеза, но она как бы так правдоподробная. Просто я хочу сказать, что там, где у тебя было дипольное, ты нагрел как бы золото, и кусочки очень маленькие. Поэтому как бы так разумно предположить, что у тебя появится еще дополнительная компонента. Поэтому очень важно узнать, что у них за лазер там стоит. Какой там был переход, что, какую мультипольность излучения там проходит. Кто его знает, вдруг у них там какой-то лазер такой стоит, где у него мультипольность самого начала была Е2. Там же лазер, это как бы переход между электронными уровнями. И это большая мечта всего прогрессивного человечества, сделать ядерный лазер. Ну, понимаешь, да? Потому что это такая штука посильнее, это Фауста Гёте. Ну, все знают эту знаменитую гафневую бомбу. Которую американцы делали, делали. Ну, я могу сказать, что я близок к пониманию того, почему у них не получилось. Напомню, что такое лазер, да? Опять-таки все. Лазер, это как бы у тебя есть некоторое состояние. Вот есть некоторое состояние, да? Оно электронное читается. Электронное. Вот одно и второе. Теперь мы его начинаем накачивать, если есть промежуточное расстояние. Накачали сюда электрон, потом сюда его сделали. И он там сидит. И у нас возникло состояние синверсии заселенности. Здесь у нас мало, а здесь вот здесь много. Они сидели-сидели, а потом все электроны в основном состоянии свалились. И получилось у нас мощное конгрерентное излучение. Мощное, достаточно. Теперь что такое лазерный лазер, которого не существует почему-то. У нас есть как бы тоже два состояния, но они ядерные. Это не состояние электронов, а состояние ядер. Ты его бац, сюда накачал, во второе поднакачал, и потом они все свалились. Ну, границы никакой. Но этого эффекта никто не наблюдал в испах. То есть тоже конгрерентное излучение. В чем здесь особенность? А потому что ядерный масштаб энергии. Пятый, десять, шестой по сравнению с электронным. То есть это будет гамма-излучение. И поэтому была мечта прогрессивного человечества, как это сделать. С одной стороны, подходящим считался гахник. Он как бы так, под него дали грант какой-то, где-то в музее стаканчик с гафнем существует. Но сколько его редко встретишь, этот подходящий затот. Точно так же взять, путем рентгеновской пушки, накачать, закачать сюда возбужденное состояние, а потом все это дело упадет, и у тебя мегаэлектронного характера вылетит гамма. И она убьет во всей окрестностей все живое. То есть, с одной стороны, он как бы не ядерный совсем, но с последствием своим будет сравним с ядерным взрывом. Вообще, вообще все. Это вот такая мечта прогрессивного человечества владеть. Кто этим овладеет, я не скажу, что он будет управлять миром. Потому что это сопоставимо с ядерным оружием. Все равно ядерное оружие так оно есть. Но тем не менее, если кто этим овладеет, та страна, ей будет жить легко и приятно. Потому что она может шантажировать весь мир, ну и еще что-то такое. Вот. Это штука. И можно предложить... Я, в общем-то, сейчас на самом деле понимаю, что там не так, почему у людей не получилось. И что надо сделать так, чтобы у них получилось. Ну и в перспективе можно будет убить очень много людей, конечно, если это получится. Вот. Это ядерный лазер. Вот. Как сделать ядерный лазер? Очень такая вот интересная вещь. Вот. Такова, значит, наша история. То есть я что хочу сказать. Моя гипотеза состоит в следующем. Что мы каким-то образом, благодаря вот этому растворенному золоту, судя по всему, имеем возможность получить Е2 фотоны. Е2 фотоны делают тем, что они начинают работать вот здесь. Они делают вот этот переход предпочтительным. Предпочтительный переход. Ну, спрашивается, что мы же должны зафиксировать в этом. У нас же идет бета, излучение. Оно вот такого масштаба. А для того, чтобы она росла из электронно-позитронной пары, то у нас должно быть 1022, оно его больше. Ну, во-первых, я хочу сказать, что никто не знает, как в связи будут вести здесь бета-излучение. Потому что мы же знаем, что когда у нас ядро распадается путем бета, то у нас образуется не только бета, но еще и нейтрон, ой, нейтрино. Это уносит электронный заряд половинку, половинку спина уносит и так далее. Между ними распределена энергия. Например, средняя энергия нейтрино, которую уносит при распаде третья. Это приблизительно 3 четвертых от общей энергии. То есть на электрон достается порядка 1 четвертый. 1 четвертый, 1 третий. Здесь, по всей видимости, где-то совершенно образом так. Поэтому вполне возможно, что на электронность будет доходиться 300, 400, может быть, даже меньше электрон-вольт. Да? Но всегда есть какие-то электроны вот с таким значением, быть может, а может их и нет. И, конечно, очень стоит поискать электрон-позитронные пары. А как их искать? Они потом аннигелируют, у них пойдет два гамма-кванта в предположенных направлениях. Мы одновременно их зафиксируем. Это сложный достаточно и дорогой эксперимент. Но его можно осуществить. То есть в пэт-томографах они постоянно делаются. То есть деньги сравнительно небольшие. Ну, то есть понятно, что это миллионы долларов. Но деньги для вот всей этой внуки, как бы, они небольшие. Вот, поискать. Ну и, разумеется, что мы будем еще? Вот этот электрон, он энергетичный. Он пойдет и будет вышивать остальные электроны рядом. Будет на них рассеиваться. Поэтому подобного рода процесс должен сопровождаться рентгеновственным излучением. Которое мы тоже должны пытаться зафиксировать. Будет оно, не будет. Вот его, наверное, как бы так поискать. Но еще раз повторяю, что как себя будет вести этот бета-распад, никто не знает. В каком соотношении будет уноситься нейтрино здесь и энергия от электрона. Так что средний выхлоп энергии здесь может быть существенно меньше. Может быть, 10%, может, 15%, может, 20%. Ну, по крайней мере, и когда... То есть мы, что мы делали? Мы взяли, предложили ему фотоны, Е2 ему предложили, чтобы было кому справиться с этим, с излишком момента импульса. Когда этот излишек момента импульса как бы нейтрализован, ему становится выгодно распадаться не в возбужденное состояние, а ему надо выгодно становится распадаться в основное состояние авария напрямую. И поэтому никакого... Они вот эту гамму искали. Никакой этой гаммы не будет. Никакого. Процесс ускорится. Я считаю, что это очень красивая работа. Да? Ну, мне представляется. То есть она как бы проходит, хотя это нормальный, титулованный ученый, она проходит до сих пор по рангу лженауки, как бы так. То есть вот там в этой самой статье, которая начинается, что российские ученые выполнили пожелания президента Путина и как бы открыли новую физику. Но, тем не менее, она... Рассказывается о том, что ребята из Дубны сказали, что то, что вы написываете, быть не может. Давайте пойдем мы и померяем. Пришли и померяли. Эт эксперимент у них подтвердился. Но ведь искали вот эту самую гамму. И действительно, у тебя тронцы начинают переходить в бары, его становится все меньше и меньше, и после этого гамма активности его падает. Ну вот у меня вот такое объяснение, не требующего физики, достаточно очень простое, как бы так. Очень простое. И, естественно, я бы хотел услышать его критику. Но я считаю, что следует поискать рентген, следует поискать гамму всевозможную. Вот так. Там вообще говоря, когда идет обычный бета-распад, я хочу сказать, для электрона, там энергия электрона выглядит вот так. Она идет вот так. Туда резко падает. Вот я помню картинку. Там до 1 или 2 мегалитрон-вольт. Куда-туда. Два падает. То есть, искать энергетичные электроны здесь. По всей видимости, она как-то так может быть выглядит. Они здесь очень маловероятны. У тебя основа, она будет здесь. А это там просто, грубо говоря, проценты. Проценты от общей энергии. То есть, это может быть 100 литрон-вольт, может быть 200 литрон-вольт. А здесь мы ищем эту гамму. Они очень сильно взаимодействуют с веществом. Время пробега этого электрона, релятивистского. Она невелико очень. Он рассеивается на большом количестве электронов. Эти электроны потом тоже рассеиваются. И в конце концов, ищем рентген просто-напросто. Просто рентген. Да, ведь? Получилось. Мы имеем, ну разумеется, поскольку здесь возросло, на единичку количества протонов, то это получился ион. Этот ион откуда-то должен взять этот самый электрон. Но распад здесь связанное состояние, я думаю, маловероятен. Знаешь, знаешь, что такое распад связанное состояние? Нет. Это когда у тебя идет распад, обычный бета-распад, у тебя образуется как бы... Вот этот электрон, он не улетает из атома, а занимает место на орбитале. То есть занимает вот это место. Обычно то, которое соответствует его магнитному моменту. Но именно то, которое соответствует его... Ну, то есть орбитальный момент соответствует. И после этого, значит, в новом образовавшемся ватоме происходит оптического, ультрафиолетового масштаба целое количество преобразований. То есть электронные оболочки перестраиваются. И переход с оболочки на оболочку приводит к тому, что у нас возникает в определенном роде излучение. Ну все. Есть вопрос, Стас? Сейчас будет.